В эфире новости губернии в студии Алена Власова. Здравствуйте! В начале коротко о некоторых темах этого выпуска. Избегайте лишних контактов и, если заболели, вызывайте врача. Рекомендации областного Минздрава и последние данные по ситуации с коронавирусом в регионе в нашем выпуске. С аморскими учеными разработана математическая модель, которая может предсказать неконтролируемые вспышки инфекции. Как она работает, достаточно ли сейчас данных и чем они могут помочь медикам, расскажем. Снегопад. Вторые сутки без перерыва и оранжевый уровень опасности. Где в области уже выпало две месячных нормы осадков за один день? Что происходит с погодой и когда ждать потепления? В Самарскую область пришел сильный снегопад. Метель продолжается уже второй день подряд. Непогоду в регион принес средиземноморский циклон. За сутки самое большое количество осадков выпало в Хоростянском районе. Почти две месячных нормы – 32 миллиметра. В Самаре высота снежного покрова сейчас составляет около 20 сантиметров. О том, как коммунальщики стараются победить стихию и какая погода ждет регион дальше, смотрите в сюжете. Трудно пройти. Очень трудно. Даже на остановке в автобус зайти невозможно. Да лучше, чтобы уже высохло, все усаканилось. Потому что вроде хочется и машину уже переобуть. То летняя, то зимняя. Ну, рассчитать невозможно. Да и побыстрее уже избавиться от зимней одежды. Многие сегодня были, мягко говоря, удивлены. За сутки выпало больше трети от месячной нормы осадков. Работы по очистке начались еще накануне вечером. Но снег оказался интенсивнее коммунальщиков. В настоящее время работает по области 427 единиц техники. Все дороги общего пользования региональной или межмуниципальной значения Самарской области находятся в проезжей состоянии. Ни Новосадовая, ни Московская шоссе, по моему информации, не в идеальном состоянии. Они должны быть на пятерке. У вас сил и средств достаточно. Что касается городских служб, то время было потрачено и на подготовку оборудования. Большая часть уборочной техники была переведена на летний режим. Сейчас все необходимые работы уже сделаны. Противостоять непогоде коммунальщики готовы. Если вчера у нас был объявлен оранжевый уровень опасности, сегодня Приволжский ГМС уровень опасности понизил до желтого. Сохранится на территории области осадки в виде снега, местами сильные. Порывы ветра сохранятся до 15-18 метров в секунду. Ветер по области будет наблюдаться 7-12 метров в секунду. Мы просим быть внимательными и осторожными. В случае опасности звонить по телефону 0111. Губернатор поручил в первую очередь обеспечить доступность социальных объектов и магазинов. Хотя самарцы и запаслись продуктами уже на прошлой неделе, но популярные крупы в наличии. Торговые сети скорректировали план поставок и теперь товаров хватит уже точно надолго. К примеру, если в пятницу всеми уже любимой гречкой магазины были обеспечены на 16 дней, то теперь уже на 51. Сейчас малейший сбой поставки может нам вернуть вот этот ажиотажный спрос. Поэтому крайне важно, чтобы транспорт работал бесперебойно, Иван Иванович. Это ваша ответственность. Пожалуйста, вот у вас все коллеги здесь тоже с муниципалитеты, синхронизируйте работу. Еще раз подчеркну, должна быть обеспечена транспортная доступность ко всем социальным объектам, магазинам уже в течение этих суток. Губернатор поручил руководителю Минтранса всю дорожную технику в регионе подключить к единой системе. Особенно это касается Самарско-Тольятинской агломерации, чтобы областное ведомство могло онлайн отслеживать работу абсолютно на всех объектах и корректировать ее в случае необходимости. В Самарской области за выходные не зарегистрировано новых случаев коронавируса. Напомню, на данный момент диагноз подтвержден у девяти человек – семерых жителей Тольятти и двоих самарцев. Больные находятся в изолированных боксах и проходят лечение под наблюдением медиков. Тем временем в России объявлены новые меры по борьбе с распространением инфекции. Так, сегодня глава правительства Михаил Мишустин объявил о том, что на поддержку медицинской и фармацевтической промышленности выделено 23 миллиарда рублей. Минтрут и Минюст подготовят предложения по недопущению необоснованных увольнений. Будут предусмотрены дистанционные выплаты пособий, в том числе по безработице. А на основании данных сотовых операторов о геолокации предполагается создать систему отслеживания тех, кто может находиться в контакте с больным коронавирусом. Для людей старше 60 лет начала работа отдельная горячая линия по коронавирусу. Номер телефона на ваших экранах. Пожилые и маломобильные граждане могут обратиться туда со своей проблемой или оставить заявку. Волонтеры купят и доставят им продукты, лекарства, товары первой необходимости. Проект реализует Общероссийский народный фронт. Кроме того, можно воспользоваться специальной формой на сайте ОНФ. Для тех, кто хочет стать добровольцем и помогать людям, находящимся на карантине, открыт портал мывместе2020.рф. Чтобы вступить в ряды волонтеров, необходима регистрация и, конечно, основное требование – отсутствие заболеваний. А я напомню, что в Самарской области работает единый многоканальный телефон горячей линии по коронавирусу. Всех, кто вернулся из страны, где зарегистрированы случаи заболевания, в том числе транзитными рейсами, просят сообщить по указанному номеру. Необходимо назвать страну и оставить контактную информацию, после чего самоизолироваться на 14 дней. При необходимости операторы ответят на возникшие вопросы. Всю актуальную информацию по ситуации с коронавирусом можно узнать на официальных сайтах Минздрава, Ростпотребнадзора и в специально созданном ресурсе stopcoronavirus.rf. Врачи призывают жителей губернии по возможности оставаться дома при ухудшении самочувствия или при обострении хронических заболеваний не ходить в поликлиники, а вызывать специалистов домой. Это связано с эпидемиологической ситуацией по ОРВИ и гриппу, а также с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом в своем обращении к жителям области сообщил министр здравоохранения региона Михаил Ратманов. Не подвергайте свою жизнь опасности, не инфицируйте других людей и не рискуйте быть инфицированы. Не посещайте приемное отделение больниц и регистратуры без крайней необходимости. Вызывайте врача на дом, вызывайте бригаду скорой помощи на дом, вызывайте службу неотложной медицинской помощи из поликлиники на дом. Плановые госпитализации в настоящее время приостановлены, за исключением онкобольных и беременных с патологиями. При этом экстренная медицинская помощь в стационарах оказывается в полном объеме. Еще одна новость касается жителей области, вернувшихся из-за рубежа или с территорий, где зарегистрирована коронавирусная инфекция. На время обязательного для них соблюдения режима самоизоляции дома люди могут получить больничные листы для себя и всех членов семьи у своего участкового врача. Для этого нужно позвонить по телефону горячей линии, указанному на экране. Врачи напоминают, что анализы на новый коронавирус берутся только по показаниям. Это наличие симптомов заболевания или контакт с инфицированными. Математика на страже здоровья. Исследования самарских ученых могут оказаться полезными в борьбе с коронавирусной инфекцией. Разработана модель, которая может, если не предсказать, то объяснить поведение вирусов на перспективу. Как она работает и что дальше, разбирался Кирилл Козин. Математическая модель, о которой идет речь, универсальная. Ее можно применять ко многим процессам, в том числе и распространению инфекций. Одно из основных понятий, которым оперируют ученые – эффект мнимого исчезновения. Это, например, период, когда количество следов вируса в анализах человека невелико. Однако это не значит, что он здоров. В определенный момент наблюдается резкий рост этих показателей. Именно поэтому при борьбе с вирусами врачи берут биоматериалы пациентов несколько раз в день. Эти тесты нужно брать в течение суток, несколько раз. Тогда возрастает вероятность, что мы захватим этот короткий промежуток времени. Математическую модель самарские ученые разработали совместно с коллегами из Автономного университета Барселоны. Применять ее, если говорить о поведении вирусов, можно не только в отношении отдельного человека, но и всей популяции. Расчет может помочь предсказать неконтролируемые вспышки инфекции. Однако для этого необходим огромный объем данных, которого пока нет. Их сейчас активно собирают. В настоящий момент мы не можем точно определить вот эту красную черту, вот эти критические условия. Поэтому в данных условиях мы предупреждены о возможности такого сценария. И мы должны соблюдать все возможные меры предосторожности. Соберут данные или нет, разработанная математическая модель уже сейчас с уверенностью говорит одно. Та самая красная черта, за которой вспышка инфекции становится неконтролируемой, существует. По мнению самарских исследователей, красную черту человечества не перешагнуло. Рост количества заболевших коронавирусом взрывным пока называть нельзя. Именно поэтому сейчас необходимо соблюдать все меры предосторожности, чтобы не допустить распространение вируса. Иначе ситуация из относительно контролируемой перейдет в неконтролируемую. Кирилл Козин, Алексей Гриднев, Новости губернии. Обучение виртуальное, знания реальные. Вслед за школами на дистанционное обучение перешли и учреждения доп. образования. В технопарках Кванториум школьники учатся строить роботов, создавать метеокарты и анализировать информацию из космоса. И все прямо из дома. Поддерживая связь через интернет, им помогают наставники. С ними пообщались наши корреспонденты. Поначалу можно подумать, что ученики сговорились прогулять уроки. Кабинеты пустуют. Теперь школьники встречаются с педагогами, не выходя за пределы своего дома. Все образовательные учреждения в области с 17 марта перешли на дистанционное обучение. И, как выяснилось, сегодня это не проблема даже для выпускных классов. Удаленное обучение дает возможность для того, чтобы освободить больше времени для подготовки к ЕГЭ. При этом у меня всегда есть связь с учителями. Если мне что-то непонятно, если мне что-то интересное узнать, я всегда могу связаться с ними и спросить совета, попросить что-то объяснить. То есть никаких проблем. И хотя ребята выполняют задания на онлайн-ресурсах, а не в школьной тетради, на качестве образования это не сказывается, говорят учителя. Все результаты фиксируются, каждому выставляется оценка. Такое обучение – это еще и хорошая подготовка к экзаменам, уверены педагоги. Им придется на экзамене иметь дело с компьютером, потому что тестовую часть и ОГЭ, и ЕГЭ проверяет компьютер. И вот эти все онлайн-сервисы, например, Я-класс, они дисциплинируют ребенка. Они приучают общаться с роботом, с компьютером. Потому что если ты не поставил точку, задание не выполнено. Дистанционное обучение в школах региона продлится до 12 апреля. Весенние каникулы учеников будут проводиться согласно учебному плану, утвержденному руководством образовательной организации. Внимание на экран, сейчас я вам предоставлю возможность посмотреть на программу Арбитрон. Арбитрон – это программа, все видят. Кружки и секции тоже перешли в онлайн. В кванториумах школьники учатся проектировать метеокарты и анализировать информацию со спутников прямо из дома. Общаются между собой и с наставником с помощью веб-камеры, микрофона и чата. Происходит живое общение, никак не отличающееся от работы здесь. Разве что у детей нет каких-то технических средств, но с этим справляемся. Сейчас в кванториуме организованы занятия по всем направлениям. Космо, робо, аэро, квантум, виртуальная и дополненная реальность, IT-технологии. На самом деле мы не чувствуем каких-то изменений, потому что дистанционная форма работы для нас не нова. У нас три программы проходят и так в дистанционном режиме. Это технический английский, шахматы и математика. Поэтому ни на периодичность, ни на качество занятий это не влияет. Наши педагоги совершенно спокойно перестраиваются с учетом ограничений на дистанционную платформу и также проводят для детей занятия. Все участники получили домашние задания для дальнейшей самостоятельной работы. Следующие занятия пройдут по расписанию также в режиме онлайн. Дарья Зотова, Кира Исмаилова, Сергей Костин, Сергей Богатюк. Новости губернии. Практически все крупные самарские предприятия создали оперативные штабы, задача которых в прямом смысле слова держать руку на пульсе жизни и здоровья своего коллектива. Среди принятых мер – санитарная обработка проходных, ликбез с помощью внутрикорпоративной прессы, ограничения загранкомандировок. О том, как это все выглядит на практике, в нашем следующем репортаже. На заводском здравпункте по будничному спокойно. Никакого особенного наплыва захворавших медики не отмечают. Впрочем, в связи с непростой эпидемиологической ситуацией здесь приняты дополнительные профилактические меры. Сейчас начали раздавать средства индивидуальной защиты в цехах, то есть каждый работник цеха может подойти к самому же стоящему руководству, взять защитную маску, кожные антисептики, спиртсодержащие для рук, ну и соответственно там влажные салфетки для гаджетов, для дверных ручек. Также постоянно проходит влажная уборка, как в помещениях, как в цехах, как, ну про наш здравпункт я вообще не буду говорить, это конечно все меры ужесточились. На прием в здравпункт записываются не только люди. Своей очереди дожидается заводской автобус. После каждого рейса в салоне машины тщательно обрабатываются поручни и сиденья. На всякий случай у водителя всегда при себе набор салфеток с лорсодержащими препаратами. И люди, и машины вовлечены в целый комплекс противоэпидемиологических мероприятий. Ограничены все массовые мероприятия, где количество превышает более 20 человек. Все необходимые совещания и решения бизнес-вопросов, которые можно решить удаленно, рекомендованно проводить по видеоконференции или по другим средствам связи без контактных способов. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров потребовал усилить меры по противодействию распространению инфекционных заболеваний на территории губернии. С этой целью на всех крупных предприятиях области созданы оперативные штабы. Именно они отвечают за реализацию постановления главы региона о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Работодатели обязали обеспечить мониторинг своих сотрудников, в частности проводить ежедневное измерение температуры. А при поступлении запроса из Роспотребнадзора предоставить всю необходимую информацию о контактах заболевших. Владислав Жирнов, Дмитрий Столяров, Новости губерния. Фермерского фреша хватит на всех. Комитет по сельскому хозяйству Самарской губернской думы и руководство винсельхоза области проверили наличие продуктов питания в агропарке. В рамках работы оперативного штаба по продовольственной безопасности специалисты изучили спрос на продукцию местных сельхозпроизводителей. И особенно на товары длительного хранения. С подробностями Сергей Павлов. Парное мясо, молочка с утренней дойки, богатые выборы фруктов и овощей. Торговля идет бойко, но полки не сметают. На то он и Скоропорт. Вот мы за молочным приезжаем, за творогом, за маслом. Здесь фрукты, овощи подешевле, чем в среднем по городу. И зелень можно найти хорошего качества. В рамках работы областного штаба по продовольственной безопасности комитет по сельскому хозяйству губернской думы и профильное министерство подключились к мониторингу ситуации в торговых точках региона. Особое внимание к бокалейной группе товаров. Повышенный спрос на крупы наблюдается даже в агропарке. Больше стало уходить товара, вот именно гречки почему-то. Рис, гречка, соль, сахар. Все остальное, вот, пожалуйста, все лежит. Все есть, все наличие. Все есть в наличии. По поручению губернатора Дмитрия Азарова с торговыми сетями сейчас ведется отработка вопросов логистики и бесперебойные поставки продовольствия. Товары первой необходимости имеются на складах в полном достатке. Продуктов у нас более чем достаточно. И хотелось бы, чтобы ничего на этих полках не пропало. В смысле, в хорошем смысле не пропало, просто срок годности, чтобы не вышли. Мы видим договоры по основным продуктам питания на сегодняшний день до конца года. Производители об этом нас заверяют. На складах вся необходимая продукция есть. По контрактам с заключенным сетями не предполагается повышение цен на продукты питания и запасов в достаточном для того, чтобы обеспечивать жителей региона продукты. Ритейл уже перестроил систему работы. Увеличена частота поставок, расширены резервы в распределительных центрах и на складах магазинов. Сергей Павлов, Роман Апарин, Новости губернии. А теперь коротко о других новостях, которые наша редакция просто не могла оставить без внимания в нашей постоянной рубрике «Губерния за минуту». Министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов осмотрел готовность реанимационных отделений региона к возможному приему тяжелых пациентов с пневмонией. За 2019 год Минздраву удалось увеличить мощность областной реанимационной службы на 46 койк, оснащенных аппаратами искусственной вентиляции легких. При необходимости дополнительно готовы развернуть еще до 200 койк интенсивной терапии и противошоковых палат. Самарская область – одна из самых активных в ПФО по итогам заявочной кампании в конкурсе «Лидер России. Политика». От региона зарегистрировался 741 участник. Этот показатель входит в топ-3 субъектов округа. Конкурс реализуется по поручению президента Владимира Путина. Цель испытания – выявить перспективных руководителей, которые обладают необходимыми знаниями, навыками и мотивацией для законотворческой деятельности. Рынок не вернется на пересечение улиц Авроры и Аэродромной в Самаре. Такое решение вынес арбитражный суд региона. Торговые ряды снесли 30 октября 2019 года, так как договор аренды закончился, а фирма отказалась освободить площадки. Коммерсанты обратились в суд, но их иск не был удовлетворен. Кроме того, местные жители проголосовали за благоустройство территории. По проекту «Здесь» должен появиться сквер с пешеходными дорожками, лавочками, освещением и зелеными насаждениями. Какие социальные проблемы решить в первую очередь? Общественные советы разных территорий Самарской области обсуждают, на что потратить полтора миллиарда федеральных средств, выделенных региону. Напомню, это президентский грант, полученный за успешную реализацию национальных проектов. Уже выбрано семь приоритетных направлений, на которые планируется расходовать эти деньги. Мнение общественников Новокойбышевска узнала Светлана Стребкова. Здесь сегодня лидеры мнений – самые уважаемые и достойные представители общественности. Именно таких, как правило, и выбирают в Совет. В Новокойбышевске он только начинает свою деятельность под началом нового председателя. Главный вопрос первого заседания – выбор направления реализации президентского гранта. Их по уже проведенным опросам выделено семь. Подарки новорожденным, жилье молодым семьям, возврат льгот ветеранам, которые отменили в начале 2017-го, поддержка тружеников тыла, машины для неотложки, спортинвентарь для школы и закупка общественного транспорта. Из семи вариантов, на первый взгляд, равно актуальных, в Новокойбышевске выделяют два. Считают, прежде всего нужно позаботиться о юном поколении и пожилых. Поддержка молодых семей – очень справедливое и правильное решение. Второе – вернуть льготы. Они уже есть у ветеранов, но, к сожалению, в ряду разных причин, некоторые льготы были отменены. И хорошо, что принято решение. И главное – есть финансовая поддержка, возвращение этих льгот. Сема такая очень больная. Как-то восприняли ветераны, которых очень много и в Самарской области, и в нашем городе. Восприняли болезненно. И если это произойдет, я думаю, будет получено очень много благодарности и справедливость, в конце концов, восторжествует. Уже во время заседания члены совета высказали свои уточняющие мнения по двум выделенным направлениям. К примеру, жильем предлагают обеспечить в первую очередь учителей и медиков. Для того, чтобы наши медики и наши учителя оставались в нашем городе, они тоже какой-то приоритет должны иметь вместе с многодетными семьями и социально незащищенными слоями учреждений. Потому что это позволит им быстрее получить квартиру, значит задержаться в городе. Значит, мы сохраним трудовую силу. Решение о том, на какие цели потратить президентский грант, будет принято только после того, как выскажется все население области. Это подчеркнул губернатор Дмитрий Азаров на расширенном заседании региональной общественной палаты. Обозначить свое личное мнение сможет каждый. Светлана Стребкова, Алексей Гриднев, Новости губернии. Самара претендует на звание города трудовой доблести и может стать первым в стране населенным пунктом, получившим этот почетный статус. Сейчас идет сбор подписей в поддержку инициативы. Проголосовать может каждый на сайте samarodobles.rf. О трудовых подвигах на эвакуированных предприятиях известно многим. Еще один интересный факт. Именно в военные годы в Куйбышеве запустили первый троллейбус. Наша съемочная группа узнала больше об истории родного города. Деревянный, порой с фанерой вместо стекол, троллейбус можно было увидеть на улицах Куйбышева в военные годы. Его макет хранится в Музее истории городского наземного электрического транспорта. Первый такой вышел из депо 6 ноября 1942 года. Маршрут проходил от железнодорожного вокзала по улицам Льва, Толстого и Куйбышева до площади Революции. Контактную сеть проложили в рекордные сроки за 4 месяца. Рабочий день водителя длится 12-14 часов. Первых водителей готовили московские инструкторы, прибывшие вместе с эвакуированными троллейбусами. Мужчины были на войне, за руль сели женщины, лучшие водители трамваев. В первый рейс отправилась Галина Филатова. Так в городе появилась новая профессия, у которой до сих пор женское лицо. Среди этих первых водителей была Нина Пахомова. И вот Зиновий Ильич Мовшев как раз выбрал ее в супруги. Там как раз очень романтическая история, но тем не менее создалась семья. И потом двое деток, их Борис и Ларис, тоже работали в троллейбусном депо. В военные годы в запасной столице развивалась и трамвайная сеть. Для перевозки рабочих из старого центра в новый промышленный район на Безымянку пошли трамваи номер 3 и 8. Открылась второе депо Кировское. Строились грузовые ветки, которые заменили автотранспорт. По ним труженики ТТУ доставляли снаряды и заводское оборудование. Санитарные вагоны перевозили раненых с железнодорожного вокзала по Ивакогоспиталям. На базе вагоноремонтных мастерских был организован военный цех по изготовлению противотанковых снарядов и боеголовок для минометов, ласково названных потом «Катюшами». При плане 10 тысяч снарядов в месяц трамвайщики всю войну выдавали по 11-12. Такая нагрузка на наш Куйбышев в годы войны. Я не могу сказать, какой еще город бы вынес вот эту нагрузку. Именно, мне кажется, это самарский характер. Дисциплинированные люди, патриотично настроенные. Когда залпы «Катюш» салютовали о победе, спеццех механического завода в ТТУ был расформирован, а из 160 ушедших на фронт сотрудников не вернулось – 48 человек. Им посвятили отдельный стенд. Сейчас, пока музей закрыт для посетителей из-за сложной эпидемиологической обстановки, здесь работают над созданием исторической аллеи, посвященной трудовому и фронтовому подвигу куйбышевцев. Татьяна Пудова, Дмитрий Алатырцев, Новости губернии. Мы продолжаем рубрику «Моя история». Документальный проект телерадиокомпании «Губерния», посвященный ветеранам и их рассказам о Великой Отечественной. Он пел немцам «Катюшу» из окопа под Сталинградом и видел, как гибнут товарищи, с которыми ела из одного котелка. Наш герой сегодня – Сергей Алехин. Документальный проект телерадиокомпании «Губерния» Интересно, на фронте, когда перерывы в окопах сидим, мы и они недалеко друг от друга орут в рупор. «Рус, Иван, Катюша, Катюша!» Мы спели им «Катюшу». Но мы им спели один раз. Выходила Катюша, заводила песенку свою, из рога вытряхивая душу, а друзьям отвагу придает. Это «Катюши» называли это, наши ракетные войска. Это интересно вообще, понимаете? Сколько листок разбрасывали. Или кричат «Рус, Иван, бросай ружье! Маша ждет!» Они все, они «Рус, Иван, а мы фрицы!» Больше ничего говорили. Обычно же спрашивают, мол, ну как, страшно на войне? Я говорю, ну а вы, вот как думаете вы, страшно или нет? Я говорю, это неповторимо. Это невозможно описать. У меня иногда спрашивают. Я говорю, вы знаете, не надо. Не спрашивайте меня, потому что у меня начинаются какие-то воспоминания. Я говорю, у меня слезы начинают выступать. Дело в том, что, я говорю, это надо там присутствовать, просто видеть. А так, потому что самолеты бомбят, орудия стреляют. Там черт, не знаешь, вот к тебе он прилетит или рядом. Я говорю, гибли люди, гибли, гибли, гибли. А вот ты остаешься, а знаете, это в душе не очень приятное ощущение. А вы много убили фрицев. Я говорю, девочка, на фронте. Я говорю, это когда на дуэли, я говорю, убивают, это да. А там на фронте, я говорю, я не знаю, я убил или сосед убил. Я говорю, я только одно знаю, что я только кушал с котелка, я говорю, с товарищем пищу, а я остался жив, а его уже нет. Я говорю, это очень тоскливо, очень, я говорю, неприятно. Это отражается, я говорю, на психике человека все равно. Я когда поступил, вот уже курсантом был в военно-морском училище, ребята, а ты чего орешь ночью? Я говорю, я не знаю, может, что-то приснилось. А сон все равно, сон какой-то был, а вспоминать невозможно. Кричал, говорит, кричал. Я потом перестал. Кричал, говорит, кричал. А у меня на этом пока все. Больше новостей на нашем сайте Сова.Инфо. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова